чё здравствуйте салам алейкум рынок умирает наши продавцы колес бушных в филляндии торговать уже нечем границы закрыты они-то возили в прок таможили под коммерцию через салу потому что через лоту коммерцию не пускали через салу нормально было и автовозил подвес из растаможки они таможили ну а чё целый бус загрузил с прицепом и поехал растаможил под коммерцию за одну ходку и провел все все уже видать иссякли у них запасы вон наше море типа Кольский залив который выходит в Баренцево море купаться конечно не покупаешься ванна холодная и чем плохо когда жарко вот на улице 20-25 жарища смотришь на эту воду и купаться охота на купаться блин холодно можно все заморозить себе я вообще не представляю как вы там в 35 градусов работаете в тракторе без кондея это вообще вешалка поэтому вы наверно с утра и встаете типа 6-7 там до 8 еще я думаю еще более-менее можно работать до 9 после наверно 10 уже все там пекло вам надо как я автору смену работать либо самого утра до до 11 до а я вот на бараб стою в 12 снег который был вот он растаял и солнышко пригрело и уже в 12 машина выходишь оттаившая ее не чистить ничего не надо метать ну по весне по осень имею ввиду и дороги растаяли оси ты поедешь с утра работать будет гололед гололед будет а к обеду все растает так что у меня такая схема может на летних колесах ездить долго проблем нету никаких все потаяло ну вечером подмораживает но вечером потихоньку может вернуться машину мало а так с утра конечно все на работу ездят граждане и без шипов конечно тяжело вот он залив что там водится для какие-то там какая-то поеда там плавает вроде камбала что ли какая-то не знаю чё там бычки какие-то уж какая-то короче никто здесь ничего не ловит в этом заливе нечего ловить все ловят в реках и озерах всем город там ближе к морю чтоб тебя не хлопучили рыбоохрана и грабы дальневосточных навезли их они расплодились просто капец а здесь в этом нечем нечего ловить на ту сторону наш кольский мост я тебя не вообще долго его устроили наконец-то построили время один за градус все еду выполнять заказа еду выполнять мечты и фантазии людей в жизнь они придумали моя все это должен воплотить в жизнь вагарит рассыпаем это все блин ну горите пгс не нужен говорил же нужно самосвал увезти я буду вот тут ввозить раскладывать это пгс дать пгс камнями сейчас дима будет из-за этого а вот откуда эти брусы забирают к для тогда хотел спросить что у них забрусы лежали дэк продал Субтитры делал DimaTorzok Какие деловые на этих, блядь, манипуляторах просто пиздец. Ебало какие сделают, блядь, что они такие, блядь, не на космических кораблях. Вот так я знал, блядь, сломал нахуй палку. Это вот, блядь, так и будет. Потому что, блядь, это вот. Расковывать это все, раскидывать это по месту. Это хуже, блядь, нет. Душевле было увести и все просто. Чем этой херней заниматься. Поближе к забору подсыпь. Ну как-то подсыпь поближе к забору. Минус одна палка. Кернула вон ее и все. Пойду ее поправлю. Совместил трещину, он да. Замазал этим грязью. А что я еще делаю, палку менять буду? Говорил же, блядь, все надо увести и хреней не заниматься. Нет, блядь, люди-то ни хера же не слушают. Они все умные. Ну вот так. Вот так. Работаем дальше. История такая. Раз поехал я, короче, в Самару. А мне нужны были макулатура, короче. Ну, ПТС. Короче, еду я в Самару, в сторону Волгограда. Ну там по деревням каким-то хрен, поймешь, короче. И еду с горы. Там сплошная ее. И чувак едет там на Жигуля. Ну, они же местные, походу, знаете, все гайцы стоят. Ну, а я-то что, не местные же. И еду. Обогнал его, короче, с горы. Хуяк с горы спускаясь, мои гайцы стоят. А они стоят, типа, там отворотка направо есть. Ну, вот как, типа, сейчас вот, типа, раз такая отворотка. А они там метров 200 стоят, 300. Я направо в деревню херак, думаю, ну, по-любому, говорю, тут же выезд, а еще один какой-то есть через поля, там туда-сюда. А дело было по весне, думаю, поездил, поездил, что-то смотрю, а дорога-то мертвая в полях. Думаю, я сейчас тут сяду и... А я на Астре ездил. Я думаю, хана мне тут будет. Думаю, нет, дешевле мне выехать на трассу. Ну, короче, 10 минут что-то там потусовался в деревню. Ну, выезжаю, правый поворотик, направо поехал. Выходит, палка меня останавливает. Я говорю, что случилось? Он такой, ну, здравствуйте, вот вы ехали там с горы, вы там погнали сплошная. Я говорю, где? Вот там, я говорю, когда это было? Я говорю, ты что, я вообще из деревни еду, говорю, ладно. Вот, заблудился, говорю. Он такой, ну, пройдемте в машину. Я говорю, ну, пойдемте в машину, ладно. Подходим, короче, с задней тачки. Он говорит, пока не садимся в машину, давайте решим этот вопрос. Я говорю, в смысле решим вопрос, какой вопрос, говорю, мы будем решать. Ну, ладно, типа, давайте посмотрим кино. Я говорю, ну, давайте посмотрим ваши мультики. Ну, садимся в тачку, короче, у него стоит этот, такой маленький мониторчик. Вот он включает машину Я говорю, ну и что? Вот вы едете Я говорю, ну я еду Я говорю, где мои номера? Ну вот, я говорю, это что вы взяли Это вообще какая-то подобная машина Как вы видели, что это я еду? Ну вот, я говорю, ну а где я обгонял Раз он полистал, полистал А у него камера не так высоко На гору направлена И уже момента, когда я обгонял нету ну вот видите я еду просто даже с игру я еду вот какая-то машина едет я не ядру ничего кого она обгоняла ну короче лет ладно лет и держайте дальше но там короче такие хитрецы гайцы они его там это все пасут то есть они такие но за всякую короче хрень начинает долбить я так понимаю что просто местные там едут просто передящим паром на своих них шестерках что это пятерки какая-то дрова какие-то такие но такие поджопные видать аппараты а вот сегодня смотрите вот этот к южку пригнал да он начали поставил там напротив выезда потом видать понял что трактор работает и вот поставил уже сюда видите вот как бы вот видать следы посмотрел вот эти вода и уже человек взял переставил кстати по ходу видит смотрит мои видео или он говорил что выгод я знаю что ты типа видос снимаешь привет тебе дружище наконец-то превозобладала над тобой гордыню превозобладала твоя ум и разум сейчас наберу вторую кучку поеду короче да еще разов старее за первую включить метро лачку включаем челюсть открываем передов включаем и поехали загребаем передний ход включаем и два рычага вперед и вот такая там гора у нас далее вот такая дурка возьмется если вы включаете передний ход и поворачивая протруситься что пока едем у нас там ничего не упадало тут глина она не должна посыпаться был бы песок челюсть до конца не закрылась обратите внимание челюсть не закрыта до конца и дать камень попал то есть как бы глина должна посыпаться но можно еще раз перей тряхнуться чтобы уже наверняка я посмотрим что там было вот сколько она не закрылась через много видите закрылась я еще раз сделаем мы и и раз левый год тоже набирается как-то криво стоит и как ему проще он так и набирает поэтому лучше конечно вставать занимать позицию как ковшу надо набраться и вот так вот двумя рычажками и по максималочке мы набрали чтоб пока едем у нас не потерялась ничего полный привод включаем и поехали все сейчас челюсть полностью закрылась то есть вот у меня эти козырьки приварены чтобы как на катерпеллере на новом на котором я тогда деда обучал вождение по козырькам видно что когда закрыта челюсть или не закрыта можно вторую спокойно включать газ сбрасываю я обычно газ сбрасываю чтобы такого удара не было и как бы рывка вот потом короче и поехал я дальше еду опять там гайцов ну короче то хера я гольцов там было не виду за за все пока ехал меня раза три-четыре тормозили я все время вот соскакивал с них с радара там со всякой херни короче еду ну как в сторону волгограда и доезжая там саратова получается заезжаю короче в деревню уже всю деревню проехал всю деревню проехал и в конце уже ну там знак 40 типа да и пост гаи старый заброшенный стоит вот ну и там уже до конца деревни оставалось может метров четыреста пятьсот и поворот такой ну я короче ускорился такой полетел лишь ну как полетел шестьдесят пять еду проезжая деревню типа знак конец деревни и слева стоят гайцы раз выходит не останавливает я буду здравствуйте а что случилось я губ еду не нарушая грома у меня 65 груз скорость он такой вы нарушили скорость смысле у меня скорость в допуске он где-то там знак 40 игру какой знак 40 где знак 40 он по ну вот там вот за поворотом я губ я не знаю никакой знак 40 о чем говорите он куну присаживайтесь машинку я гру ну окей присаживаюсь машину и он короче мне показывает такую фотографию ну как бы да сделано что этот возга и и знак 40 типа с фотком и распечатана короче ну на этом на принтере черно белая такая фотография киво я бы вот его что вот ну вот живот знак 40 вот после гаи вы видели игру смысле я видел я там не ехал в смысле как вы там не ехали я бы как я там не ехал говорю так вы же едете гиттой стороны я гро да я еду с той стороны но я громимо по 100 грым не ехал он к ничё откуда же вы выехали из-за из-за поста гаи что ли там гриц забор вот смотрите а там типа за постом гаи такое но типа ограждение я говорю нет я громимо вас только что проезжал он к в смысле мимо нас проезжал игру я гусаратова еду в чем проблема с той стороны еду он к зачем мы поехали туда потом развернулись я буду ну потому что игру ну что говорю там была заправка вон видите говорю я проехал ее а потом смотрю меня топлива мало ну я взял и развернулся и поехал назад беру заправляться вот как где вы были саратове что ли это не знаю что он саратов ну то есть как бы я груда да саратове был а чё там делать да игру карбюраторы покупал а чё у вас карбюраторные машины груда там карбюраторные машины на рынке торгую как у нас все инжекторные груния у нас уже все карбюратор он такой ну чё будем делать это мысли чё будем делать гру я грым не проезжал через этот знак я развернулся грым поехал назад вы видите здесь поворот я развернулся там там сплошной нет в чем чё за проблема говорю он такой типа ну тебя будешь составлять протокол я груда ладно окей грустно вставляйте пока протокол ну беру телефон типа на там на машине написано же это типа телефон доверия там я типа звоню для мне денег вообще не было то есть мой симка симка вы как бы но без денег было я звоню типа здравствуйте такая-то такая-то меня остановила такая-то патрульная служба с таким-то госном номером меняет мне то есть что я нарушил правила дорожного движения бла-бла-бла короче они тут у них все смотрят типа такие ну я поговорил все грудь фото короче горжу суда тогда подъезжайте пускай старший начальник смены подъезжает и решает этот вопрос инспекторами ладно короче типа выключил телефон сажусь в тачку они такие сидят вдвоем таки держи ты мои права такое говорит ягод вы тут говорит все слышали уже грит нас ничем не удивишь ну ты грит предзошел всех отдают мне документы все давай пока езжай вот такие вот истории бывают по россии за границей конечно таких историй хер будет там у них как бы типа понимаете в чем дело здесь они в россии ловят до нас как бы но специально ловит зачем ну так два варианта это протокол и кэш как бы все это понимаешь да а вот за границей ну как бы сами понимаете там нету такого там никто тебя не возьмет денег то есть получается что границей они работают на протокол чем плохо за границей они составляют этот протокол и если ты это штрафом много штрафа будет я потом визу не дадут и и как бы если тебя за границей хлопнули гайцы обязательно оплатить на течение двух недель и обязательно не в россии обязательно оплачивать надо в банке нам за границей чтобы консульство не шла информация ты можешь заплатить в россии да но там уже мало интересующий фактор заплатил ты или нет а проблема будет в том что ты просто совершил это нарушение то есть они могут тебе отказать визе из-за того что ты нарушаешь правила дорожного движения то есть нарушаешь закон вот и если там остановили вас сразу быстренько поехать в банк и оплатить была такая ситуация короче я два года я ездил вообще без прав на прицеп филе англии то есть у меня прав категории и е не было но у них такая тема что если ты едешь с прицепом с пустым с пустым тебе категория е не нужна то есть понимаете чем дело приедешь страхом трал трал тяжелый то есть он пустой по документам весит 550 а у нас же категория свыше 750 килограмм логично вот получается что пустой они тебя пускают а когда ты с кузовом выезжаешь они как бы тебя могут проверить права я ездил два года без прав то есть я заезжал они у меня проверяют права у меня категории нету типа чё так ты чё повезешь я говорю я повезу ничего не повезу я отрал везу человеку человек с документами с правами поедет назад я говорю я назад ничего не повезу я утрал везу человеку он говорит меня там ждет они говорят какому человеку я говорю вот какой то Дима Орлов он сейчас живет на Канаре то есть поехал со мной на Канаре и сказал что нахрен Канаре это супер то что надо и это мне Россия и вообще ничего мне не надо ну и короче я все время прокатывал я заезжал всегда и а назад когда выезжаешь ну спрашивают права но как бы редко короче ну и вот короче выезжаю а там такой пограниц был вредный он постоянно всем русским мозги компонсировал такой блять он еще с этим своим коллегам говорит финнам а чё вы типа их не дрючки ну а финн такие ну а чё там они ну что нет типа их надо короче наказывать ну такой короче чувачок такой ну то что правильно я хуй знаю может его в свое время когда Финляндия была Россией его родственников там может прислали ну вот и короче он меня хуяк права проверяет а у меня то категории нету и короче представляете он мне запендюрил штраф 180 евро ладно я как бы особо не это не огорчился тогда курс то был там что 38 ты блять 180 евро это ну скажем так херня была потому что ну в принципе у меня разборка машины и вывоз и сборка было 15 косарей в то время 15 косарей это получалось ну это почти там по 500 евро было вот поэтому как бы я особо не запаривался где-то 60 евро уходило на топливо и все то есть все расходы как бы ну поесть вы что здесь едите что там едите какая разница все равно есть надо и короче я прилет на эту сумму и что дальше получилось я этом не мог оплатить там короче я заденул что-то на месяц или два то там праздники то на выходные попадая банки не работают там банки вообще до часу дня работают вот такая хрень до часу дня короче в итоге оплатил там что-то евро в 5-6 банковский сбор ладно кончилась у меня виза я подаю на визу после нового года бах мне отказ чё за хуйня короче присылают мне приглашение с Финлянди ну на всякий случай уже там типа что я машины покупаю в автосалоне бла 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 мне хуя то опять отказ я бля да чё за хрень то бля ну как бы виза стоит где-то 60 евро стоило деньги не возвращаются короче ладно пишу письмо консулу ну типа прошу вас там там ну вызвать на собеседование объяснить что происходит туда-сюда купчи там на машины предоставил что типа машины ну короче назначили мне да время я пришел не знаю консул там был или полицейский короче был человек в форме и наверное полицейский и переводчица ну они меня спрашивают чё чё да как я говорю ну как я же оплатил почему мне не пускают они говорят ну а типа чё в этом делать я говорю вот машины купил там машину у меня стоят пять штук финны звонят когда ты типа приедешь бла 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 да они такие типа да документы ну вот тип паспорта у меня все с собой говорю все есть а она такая ну у вас вот типа был штраф я говорю так он говорю у меня оплачен ну как да я говорю вот пожалуйста квиток они такие да а оплачен ну то есть там не было информации какой-то в компьютере в таможенном то есть я уже прилип в таможенный компьютер потому что я долго не оплачиваю что я оплатил и все пока я им не предоставил эту квитанцию они мне нифига не давали визу ну и короче они говорят давайте все приглашение он приглашение которое мне зачеркнули аннулировали написал что все верно и все я сдал третий раз и получил визу так что по евросоюзу такая тема если вас нахлобучили на эту именно не на радар а вот именно гаишники вам полиция вам надо по-любому заплатить можно быстрее а если допустим раньше было как на камеры вас хлопнули практически никогда не приходили эти штрафы то есть там можно было на эти камеры подзабить ну в Норвегии очень большие штрафы это пиздец я тогда вез вольву чуваки из Питера человек из люди из Питера короче поехали отдыхать ну как обычно по в Зеландии тур там в Норвегии и представьтесь заправились на заправке на норвежской на какой-то деревне и у них вольва короче встала дизельная короче пипец они по интернету нашли меня и я поехал их короче забирать вот и астралом мне пришлось заезжать через финку через ивола ну потому что вывола это такая граница она более лайтовая короче там спокойно заезжаешь как бы ну как спокойно относительно потому что мы все время обычно все пересечения в ту сторону через лоту делается а назад когда кузов вошли я через ну 50 процентов через сало выезжал и как бы на лоте ну финны более такие лояльные если даже тебе что-то там неисправно как бы ну это все как бы прокатывал да да ладно я потом сделаю там типа я заеду вывола там лампочку поменяю ну бла 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 и короче ну практически все время прокатывала короче вся эта тема вот я у меня короче стекло было лобовое разбито на лтшке трещины были на водительскую сторону ну и типа я тогда в норвегию поехал два раза заехал а по третий раз короче меня нахлобучили и не пустили из-за трещин ну и в итоге я через ивола стал ездить через ивола заехал ебанул по Финляндии там сто 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 километров и на норвегию выезжаешь короче хуяк заезжаю там мост такой мост ну выволая все короче на лоту я проехал все нормально до лобаша до меня не докопались они бывают вообще не выходят смотреть то есть если ты никогда не попадал на какую там контрабанду они короче тебя просто не досматривают даже не выходят короче меня не смотрели я поехал заезжаю короче в норвегию мост проезжаю стоят короче останавливать меня транспортный контроль короче тормоза колеса ну состояние технической машины ну короче все промерил стекло короче не увидел дождь шел я дворники специально не включал чтобы ну не видать было ничего ну и все короче меня посмотрел я поехал дальше и короче потом такой еду куда ты едешь я еду за тачкой по такому-то адресу туда-сюда точку показываю в телефоне вот сюда они такие типа а че там такое но люди бля сломались я еду и забирать просили кучу толку вперед они, говорит, высыпали и ни хера дорогу не делают и толкни тебя, говорит, не затруднит да меня-то не затрудни просто у меня-то часовая оплата как бы немножко людям есть есть хорошо потому что я за еще как-то все катаюсь тут ну и короче потом такой еду бля я смотрю за мной ну как через какое-то время уже в этот город приехал я за мной, короче, какие-то чуваки ездят на джике че за хуйня че им от меня надо я, короче, туда а и точку эту ищу и не могу найти понимаете эту точку они, короче, за мной кружат ну и короче, я езжу по городу, а белка езжу по городу, короче, не могу ну как город там, деревня не могу найти эту точку, где они стоят понимаешь звоню им, короче, не говоря, туда, налево, направо там какой-то, ну, порт, типа, причалы блядь, эти на джипе за мной кружат и кружат я уже, короче, им навстречу еду и говорю, че надо вам ну номера-то норвежские че угры надо прям по-русски они че-то там улыбаются сюда-сюда ну, короче, они, походу, за мной, короче, это типа, проверяли, куда я еду там вроде как эти натовские базы, что ли и получается, что они проверяли, вру я или нет что я туда еду за машиной и, короче, видать, позвонили оттуда с границы и там местные вояки, короче, за мной, короче, кружили, блядь, по городу то есть вот такая вот история но потом они увидели, короче, что я Вольву загружаю и они, как бы, это, ну, как бы успокоились, типа, что я не наебал их короче, получается, что они за мной катались и проверяли куда я еду то есть поняли, они мне, типа, ну, не поверили причем это, ну, плюс то есть они увидели, куда я ездил то есть я подтвердил свои намерения то есть свои слова и получается, как бы, они проверили, блядь, получается, типа, мне верить можно понимаете то есть вот такая вот схема что я их не обманул и это для меня такой плюсик большой, как бы, получается вот вот такая вот история с этой херней именно с границей короче, загрузили мы эту Вольву все они кружили-кружили вокруг нас я прям выхожу на дорогу машину рукой говорю, что надо, говорю что надо, говорю они что-то улыбаются там что-то едут короче, ладно дурачками прикидываются, да хер с ними уехали они все ну, поехали, едем с этой Вольвой хуяк проехали мы едем, едем и, короче, по деревне вот все едем по вот всем и хуяк там знак 40 что ли ну, еду я еду, не спешу как бы, я знаю, что там они как бы частенько стоят а мои эти типа не они, короче, не пристегнутые я им говорил сразу говорю ремни, как бы, говорю здесь не держат, говорю как бы это говорю, руками держите ну, они держали-держали потом хер забили ремни, потому что сняты на правое сиденье потому что спать неудобно эти замки торчат вот вот а эти, сука, стоят в бинокль смотрят, короче, мусора и, короче, блядь я-то пристегнутый был бах я вижу их и смотрю, он подходит в бинокль огру, блядь, ремень ну, короче, что естественно они не успели натянуть эти в бинокль смотрят а у них бинокль с видеофиксацией, короче и нахлобучили но останавливают нас блядь, можно было, конечно в лес вверх в улицу съебать-то но я что-то стрелом как-то стрёмно было там, курецкий подъем думаю, сейчас, бля я тут забуксую и все ну, короче, тормозят нас ну, пиздец, короче по тысяче крон, короче штраф выписали не, пизжу не по тысяче крон там мы считали что-то по полторы тысячи крон штраф ебали вот такая вот херня ну, короче, привезли мы эту Вольво отогнали на Вольво станцию и там им что-то фильтр в баке почисли туда-сюда и тачка поехала вот такая вот история была, короче